Энергия будущего. Тема самого масштабного международного события, проходящего в этом году в Казахстане. Всемирная выставка Экспо впервые на территории постсоветского пространства объединила больше сотни стран мира, которые выразили свои идеи и свое видение того, как и откуда будет черпать энергию человечества в будущем. Здравствуйте! Сегодня с вами я, Жанна Аман. И я представлю вам в деталях взгляд на Экспо под другим углом. Взгляд глазами детей. Совсем недавно выставка отметила месяц со дня открытия. Ежедневно на Экспо приходят больше 30 тысяч человек. Почти 40% из них это дети самых разных возрастов. И у этой публики есть свои предпочтения. Лидером в рейтинге самых посещаемых павильонов стал Нуралем. К слову, сфера пользуется популярностью не только у младшего поколения, но и у взрослых, в том числе иностранных гостей. На втором месте детская лаборатория Шелл. Здесь, безусловно, будет интересно каждому, кто попадает в категорию от 3 до 16 лет. Ведь именно этот павильон целиком и полностью ориентирован на посетителей младшего возраста. А замыкает тройку лидеров детский парк Экспо Кидс, который поделен на возрастные зоны и локации по интересам. Парк Экспо Кидс работает с 9 утра до 11 вечера, ежедневно, без выходных. В любое время родители с детьми могут прийти в наш парк. Наш парк совершенно бесплатный, то есть поиграть на всех аттракционах. Есть разновидные качели для всех возрастов. Дети от 3 лет и до 14. К нам приходит и молодежь. То есть молодежь, это тоже все очень интересно. Людей в этом парке всегда много. Спрятаться от жары, ветра или дождя можно в тематических зонах. 10 игровых точек также рассчитаны на разный возраст и предпочтения. Здесь есть место и творчеству, и активным играм, и даже сражениям. Чем занять самых маленьких, подскажут аниматоры, которые всегда готовы помочь подобрать для ребенка интересное занятие. Мы сами направляем детей, говорим родителям, что вот лучше, если ребенок совсем маленький, вот можете сходить. У нас есть Kids Club, там для маленьких детей делают фигурки из шаров. Дети сами разукрашивают акварелью, занимаются оригами, сами делают фигурки, забирают это все домой. Ежедневно на сцене парка проходят зажигательные флешмобы. Все взрослые дети активно принимают участие, волонтеры, аниматоры, всем, кому не лень, кто хочет подвигаться, зарядиться энергией. А это павильон Shell, который славится своим шоу «Безумных ученых». И в этой детской лаборатории возможно все. Здесь каждый ребенок может стать участником захватывающего научного процесса. Наша основная задача показать, что наука это не скучно, это то, что может познаваться через игру и веселье. Мы пытаемся делать все для того, чтобы наука оставила отклик в сердцах детей, чтобы и после у них сохранилось стремление познавать, узнавать об этом больше в школе, дома, за книгами. В каждом ребенке есть жажда к познанию, к чему-то новому, неизведанному и лучше всего, когда ребенок делает это играя. Но опыты и эксперименты здесь – это не столько развлечение и игра, сколько возможность задуматься о том, какой вклад может внести человек в развитие своей страны, как человек может менять целый мир. Мы приняли решение создать павильон исключительно для детей, павильон, который включает в себе концепцию «Познание через игру». Для детей представлено 8 игровых зон, где дети могут в игровой форме узнавать о том, что из себя представляет энергия, как она образуется, и также принять участие в создании будущей планеты. Есть у нас уникальный экспонат, который предполагает создание своей собственной планеты. Для того, чтобы ее выстроить, детям предлагается ответить на ряд вопросов, и в конце путешествия на большом экране дети создают свою планету. Еще одно место, где трогать экспонаты ребенку никто не запретит – это лидер рейтинга по числу посетителей – павильон «Нуралем». Здесь все поражает воображение, причем не только у маленьких гостей, но даже у повидавших многое на своем веку. Стоит отметить, что отечественный павильон – это единственное в мире здание подобной формы и такого размера. В сфере 8 этажей. Первый из них поделен на две зоны – историческую, знакомство с Казахстаном, и зону созидательной энергии. Самый верхний этаж представляет то, каким будет город будущего – Астана-2050. Остальные 6 этажей посвящены отдельным видам энергии – космоса, солнца, ветра, воды, кинетической энергии и энергии биомассы. О том, какое впечатление производит все это на детей, лучше всего услышать, что называется, из первых уст. На этом этаже я увидел много интересного, хоть только и пришел. С 8 до вот этого этажа очень много увидел. Космос, солнце и так далее. Мне очень понравился этот павильон и очень нравится экспо. Я пришла на экспо с бабушкой, с гостями. Кажется, нашим гостям понравилось и мне понравилось. Я сюда сначала просто приехал и посмотреть, как здесь. Потому что сначала я видел только салют, лазерное шоу и все. А сейчас приехал, смотрю, тут вообще все супер, круто. Много очень нового узнал. Например, как атомы работают вообще. Атомная электростанция. На первых этажах были такие игры обучающие. Все прошло очень интересно. Казахстан, павильон, надо. Мне, если честно, больше всего понравился казахстанский павильон. Спасибо Нурсултану Ата за то, что построил для нас такое. Здесь меня больше всего впечатлил космический этаж. Я никогда такого не видел. Я сам с Караганды. Приехал сюда на экспо. Я очень рад. Это очень историческое событие. И у каждых павильонов свои культуры и традиции. Тут очень много энергии. Я ощущала себя чуть-чуть, ну, быстрой. Тут так красиво. А даже мне захотелось еще увидеть. И я так бежала и даже не уставала. Но есть на территории выставки место, где можно познакомиться ближе и с миром прекрасного. Где можно выплеснуть всю накопленную энергию вдохновения и создать свой собственный арт-объект. Павильон-арт-центр в образовательной форме знакомит посетителей с различными направлениями в области современного искусства. Это совместный проект Московского музея современного искусства «Гараж», Национального музея Парижа «Гранд-Пале» и казахстанских художников. Павильон располагается на двух этажах. На первом из которых проходят ежедневные мастер-классы для детей. Каждую неделю тема у нас меняется. Мы объясняем, откуда, как это происхождение какое-то. Мы объясняем, какие материалы мы используем. На этой неделе у нас архитектура, например. Мы их заостряем внимание на формах. Причем мы задаем вопросы. Мы не даем никаких ответов. Мы задаем вопросы, что это такое, например. Какие ты видишь здесь формы, какие ты знаешь формы. Что бы ты хотел построить. Потом ребенок может фантазировать. Он может фантазировать нитками, ножницами, бумагой, карандашами, цветным скотчем. Сделать из этого свои композиции. Здесь работают не только искусствоведы, педагоги и художники. Им помогают студенты-волонтеры, владеющие иностранными языками. А также специалисты языка жестов. Там, где живет искусство, не может быть никаких барьеров, говорят здесь. В том числе и языковых. Дети – наша энергия. Искусство – это энергия. Вы приходите к нам, вы получаете совсем другую энергию. Креативность – это энергия. Это все мы считаем, что это очень подходит. И современное искусство именно – это совсем что-то такое новое. Креативное. Плюс это все интерактивное. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев неоднократно подчеркивал, что самый главный ресурс любой страны – это человек. И похоже, энергии будущего больше все-таки в нас самих, в наших умах. Но еще больше ее в наших с вами детях. Именно им в будущем предстоит воплотить самые смелые идеи и фантастические замыслы, которые для них станут настоящим. Смотрите нас каждую неделю в эфире, а также на сайте телеканала «Хабар-24». Расскажем вам о самом интересном и актуальном в деталях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова